Немало мероприятий проводятся в рамках программы Рухани Жангру и 30-летия независимости страны. В селе Янайки на районе Байтирек проделана большая работа. Так, в прошлом году предпринимателями был установлен памятник национальным инструментам Домбрея Кобызу перед местным Домом культуры. К четырехлетию реализации госпрограммы Рухани Жангру на днях сотрудники городской библиотеки провели онлайн-встречу «Театр Моя Судьба. Искусство. Моя Жизнь» с участием актрисы Казахского драматического театра имени Хадиши Букеевой. Домбрая Кобыз всегда занимали особое место в жизни казахского народа, поэтому жители села поддержали установку памятника. Спонсорами выступили предприниматели. Социальная ответственность бизнеса решает сегодня многие задачи. Помогает людям, способствует появлению уютных уголков в селах. Эту композицию сделал житель Большичиганского сельского округа. Учитель технологии. Все делал своими руками. Музыкой пронизана вся жизнь нашего народа, поэтому эти инструменты нам особо дороги. Это также нужно для пропаганды национальной культуры. В период пандемии в селе был создан благотворительный фонд «Мир». Молодежь села помогала людям старшего поколения. А для пропаганды национальных ценностей были созданы творческие коллективы бабушек и девушек. Также работает клуб ветеранов. В областном центре также проводятся мероприятия по программе «Рухани Жангру». Многое их состоялось в городской библиотечной системе. Одно из них – встреча с актрисой казахского драматического театра имени Хадиши Букеева. И основная цель – духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Такие примеры известных деятелей культуры вдохновляют других. В то же время это и пропаганда театрального искусства. Жул Десмаметова исполнила на сцене более 50 ролей, снялась в нескольких сериалах и завоевала признание зрителей. Она является претендентом на участие в проекте «100 новых имен Казахстана». Я роли не делю, маленькая или большая. Все они мне близки. Я их изучаю, знакомлюсь с образами, их характером. И мне важно не количество ролей, а их качество. В ходе встречи была рассказана история сложного пути в искусстве. Поклонники актрисы смогли задать ей вопросы на разные темы. Коллектив городской библиотечной системы и далее планирует проводить подобные встречи. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.